привет друзья и вы на канале павел рыбалка и в этом ролике я хочу вам показать то на что я буду ловить на море в ближайшее время заодно покажу самую простую наверное оснастку для морской рыбалки вот а именно in line of скую скользящий поводок скользящий груз вот вот такие вот трофею меня друзья собрались просто вот вот такие вот грузила абсолютно трофейные вот они имеют посередине самого тела отверстия в которое заводится наша леска вот и собственно говоря будем делать in line of скую грузил почему я же пришел к этому вот именно in line of sky а грузила на крайней рыбалке я обратил внимание что у меня не очень хорошо видно поклевка по той или иной причине непонятно может быть она была может ее не было но то есть если даже клевала то достаточно плохо это было разобрать ну и не оказалось под рукой ничего для скользяка никакого скользяка вот поэтому сегодня вместе с вами друзья мы свяжем эти поводки ну и конечно же будет и сама девочка кто не подписался на мой канал обязательно подписываемся ставим лайки колокольчик все как надо для того чтобы не пропустить следующие видео итак друзья что для этого понадобится но для первой оснастки скользящего поводка нам понадобится грузила вот теле которого значит есть отверстие я взвесил это 80 грамм вот это тоже 8 80 граммовая 80 грамм вот все в принципе они по 80 грамм поэтому так а ну еще хочу протестировать вот такую вот леску 07 и и очень рекомендовали в алиэкспресс заказал называется кастинг ультимат перфоманс line 100 метров в катушечке вот так и для начала мы свяжем с вами оснастку я еще раз повторю это самая простая с того с чего в принципе начинает практически каждый рыбак который выходит на море вот ловить значит отрезаем как вы видели метр двадцать метр тридцать метр сорок у кого какие условия вот и на конце мы привязываем вертлюжок с замочком обычный самый самый простой вертлюжок с замочком так выйдет на канале ролик так как я завязываю все вертлюжки крючки излюбленные мои узлы вот обязательно выйдет такой фильм на канале поэтому сейчас я не буду заострять внимание на этом а просто свяжу значит вертлюг с замочком друзья есть затянули да дальше нам необходимо буферная бусина в данном случае данный случай это заряд заряд бусинка силиконовая от ультрафиолета вот есть такое дело для чего нужна бусинка для того чтобы просто сберечь нам с вами наш узелочек ну и какой узел грузик применить давайте вот этот грузочек отвратительное литье конечно видно что не самопал или лили и в магазине такие продаются но все как-то так так большой частью вперед есть вот что у нас получилось сожалению отверстие здесь идет не по центру тела грузила а немножко как бы смещенная я думаю это будет влиять на полетные качества но куда деваться то что есть трофейная вот смотрите видите я под нажимаю у нас он даже бусинка оделась на вертлюжечек ну и пусть себе зато не разбивать не будет разбивать узелок ну и на авто обратной стороне мы с вами привяжем вертлюжечек обычный обычный вертлюк еще раз повторю это наверное самая простая оснастка и одна из самых эффективных если по правде говоря так как рыба непосредственно толчки рыбы и даже когда она будет пробовать оттягивать нашу нашу этот самый я не знаю я кстати сказал или нет это 07 у меня лесочка даже когда будет пробовать мы будем это ощущать на нашем кончике все готово ну вот собственно и все то есть все очень просто друзья вот такая вот скользящий такой вот скользящий монтажик бум ударилась об резиночку вот сюда мы повяжем с вами на этот замочек поводок который сейчас свяжем тут я буду применять вот такую вот лесочку написано флюрокарбон лидер 0,3 10 килограмм на разрыв тоже как вы видите делаю на полные на вытянутые руки выходит приблизительно метр двадцать вот и здесь мы берем за кончик и делаем скруточку крутить надо в разные стороны таким образом чтобы у нас получилась такая прям как бы скруточка двойной лески так есть и на конце вот такая вот получилась двойная лесочка здесь сантиметров наверно 20 и на конце мы с вами завяжем обычную петлю восьмерку чтобы не раз не распутывалась и и и и и и и и так лишние обрезаем вот здесь оставим петельку на второй стороне нашей скруточки двойной и я сделаю еще один еще одну восьмерочку мне так больше нравится есть вот такая вот у нас начало идет поводка скруточка немножко жесткость дает ну и собственно говоря не путается а на другой стороне мы привяжем с вами крючок и вот тут ребята я хочу заказал вот такие вот тоже крючочки проверил в принципе годные тоже на алиэкспресс и я хочу повязать небольшие крючочки потому что и груз небольшой и собственно говоря снасть буду применять деликатную достаточно вот есть у меня такое желание пойти выйти на сарагусов вот сейчас у нас конечно нелетная погода абсолютно штормит дождь все не прекращается поэтому с рыбалкой пришлось подождать но самое время друзья заняться оснасткой для рыбалочки есть крючочек привязали проверим есть я проверяю его еще можно вот так вот я проверяю я крючочки вижу ох ты и раз это бывает бывает передавил ладно не беда сейчас еще покажу один маленький фокус друзья хорошие острые крючки отлично все не буду мудрить лишнее отрезаем так на конце мы привязали крючок как вязать крючки тоже покажу обязательно следующем ролике вот но что я хочу а хочу я попробовать на вот этот отводной поводочек чем черт не шутит завязать еще небольшой поводочек это для того чтобы просто проверить на как какую побыстрее проверить на какую оснастку скажем так пробный такой вот как правило мы начинаем ловить маленькую рыбку вот стратегия такая если есть маленькая рыбка и идет вполне успешно вот можно конечно оставаться и ловить ее как сарагуз там как вот как мармура земли ручек денис вот вот значит а дальше уже перейти и раз есть маленькая рыбка значит переходим на какую-нибудь куколку уже цепляем что-нибудь большое и так вот наш поводок основной и вот на него приблизительно в том районе где заканчивается у нас наша скруточка вот тут вот я а самым простым абсолютно образом привяжу небольшой поводочек по крайней мере попробую будет мешаться собственно говоря ничего не стоит его обрезать до до обычным узлом возьмёрка вот и сейчас вот обрежу есть и значит я еще беру вот так потом и завязываю как вонзился легкий удар и вонзился крючочек двойной такой узелок чтобы смотрел немножко как бы в сторону вот дал расстояние вот то есть если бы просто вязать то он тогда будет идти как бы по леске а я сделал так когда сделал восьмерочку обычную петлей и потом двойным узлом и он вроде как видите смотрит в сторону вот без отводиков вот такой вот у нас получился поводок достаточно большую между крючками расстояние не думаю что будет путаться вот друзья вот ну еще что хотелось бы показать и крючка имеется вот я хочу показать вот он почти прямой видите да я хочу попробовать вернее я когда-то меня так научили сделать небольшую разводку в сторону вот смотрите что получилось вот такую вот разводочку в сторону для лучшей зацепости вот вот такой вот как бы тоже фокус они есть такие продаются вот главное не переборщить просто развести в сторону все отлично итак первая снасть готова цепляем на наш замочек друзья со скруточкой минимальные расходы что нам понадобилось вертлюжок замочек а буферная бусина грузила скользящая вот минимум расходов минимум за мой всяких разных поплывочков и все остальное значит грузила у нас вот катается бьется об резинку отпрыгивает и достаточно длинный поводочек оформляем сразу на мотовельце вот это дело у нас начиная я это делаю начиная с дальнего крючка так и наматываю раз два три четыре теперь идет следом следующий крючочек так его тоже сюда все дальше идет толстая леска есть и вот здесь применим вот такую вот кнопку стопор нем грузить все размотал забросил самый простой поводок проще не бывает можно и один а уже длину вы смотрите сами можно чуть длиннее короче вы должны просто смотреть по своим условиям итак первая снасть вторая снасть вот такое вот грузило хочется сделать тоже скользящим для этого есть конечно специальные клипс очки клипсы которые держат наша грузила и делают его скользящим я попытался практически полностью повторил один в один с тем что видел продается только они продаются с черными здесь резиночками также накрутил столистую достаточно крепкую проволочку поставил на край вертлюжок вот и опалил края и получилась вот такая вот у меня клипс очка они продаются в алиэкспресс вот ее же и мы применим но я хочу показать вам как можно такую штуку сделать то есть вот это вот в принципе сделано из обычного я его приготовил но что-то не могу найти это обычная палочка есть под чупа чупса вот но на просторах интернета я нарыл скажем так удивительный человечек вот итальянец хорош парень имеет свой канал тоже рыбачит на море веселый вот и подсмотрел у него значит вот что он придумал хочу поделиться вместе с вами то есть я делал раньше вот такие вот как я вам показался чупа чупса мне показался пластик крепкий все вот а он делает вот так и так это обычный кабель телевизионный что мы делаем разрезаем верхнюю оплёточку белую снимаем дальше идет у нас шум шумовка медная тоже ее оголяем и оголяем и у нас получается внутри изоляционная изоляция и внутри имеется омедненный но он стальной сердечник а вот но омедненный то есть сверху медь для лучшего лучшей проводимости так что вот такой вот кабель мы взяли только сердечник то есть разобрать телевизионный кабель буквально там 10 от от антенны но белый не не черный в принципе в черных тоже посмотреть просто ну он достаточно такой жесткий вот его мы сейчас принципиально и применим не палочку из-под чупа чупса палочек из-под чупа чупсов у меня принципе очень много мне дети спонсируют в этом отношении но мы вот вот этот вот отрезаем в районе четырех сантиметров так берем с вами с вами вертлюжочек вот вертлюжочек с замочком и берем с вами вот берем с вами как я уже сказал отрезаем 4 сантиметра и берем нашу леску отрезаем от лески около здесь я знаю около полутора метра так цепляем с вами поводочек 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 мы подцепим был у меня здесь так ага вот так для поводка мы применим минимальные такие внимание маленький такой небольшой замочек совсем маленький да да вот этот так хотя он не стоит бояться окей завязываем с вами ветлюжок есть завязываем с вами ветра есть завязали вертлюжок это у нас будет для поводка все то же самое по тому же принципу так одеваем буферную бусинку есть есть такое дело отделе замочек вертлюжок и буферная бусинка далее одеваем наши 4 сантиметра от изоляционной изоляция от телевизионного кабеля есть а дальше друзья самое интересное берем с вами вертлюжок одеваем на замочки вот такие вот вот такой вот замочек где-то чуть дальше серединке я делаю это вот и затягиваем подровняли вот подровняли есть есть все лишние откусили лишние откусили давайте дадим у меня совсем маленькие они эти хомутики совсем маленькие поэтому я дам парочку есть вот друзья можно спокойно при спокойно ти на рыбалку и со своим скользящим грузиком но мы сейчас немножечко еще его украсим совсем чуть-чуть так для меня лично будет симпатичный готовое будет как бы изделие для этого возьмем с вами вот эти украшения они зачастую украшения ну чтоб не просто было вот а даже где-то в есть в них определенный смысл и смысл этот заключается это есть раз и тут тоже самое просто стопорочек чтобы этот не скатился а наш стрипик наши и сверху одену чуть чуть больше чтобы не слетали хомутик вот так друзья двойной они разного размера один чуть больше другой чуть меньше есть и припалил я значит края чуть-чуть и припай припалил и немножко так раз 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 подбил вот друзья уже собственно готовое изделие вот такое вот устройство тоже на скорую руку не оказалось например под рукой или еще что-то всякие бывают жизненные моменты да и просто собственно поговоря я видел давно что продают их но почему-то все делаю самостоятельно они и просто не собираюсь покупать вот наша оснастка берем грузила собственного производства как делать такие грузила есть у меня на канале одеваем закрываем замочек все друзья наш скользящий монтаж готов бусинка и собственно говоря замочек на за который мы завяжем а наш поводочек ну на этом все на сегодня кому был полезен ролик ставьте лайк подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик мирного неба друзья мирного неба над головой всем желаю искренне с вами павел рыбалка мирного неба никуда завтра мне как бы никуда